здравствуйте дорогие дети мы рады вас приветствовать проверяем домашнее задание сели выполнили задание если выполнили отправьте нам по ватсапу вы знаете наши номера какие задания вызвали у вас отруднения как проверить безударную гласную вы знаете ребята нужно изменить слово так чтобы безударный слог стал ударным слуху вы не доверяйте ударением проверяйте сосны воды травы дело а теперь пишите смело ребята мы продолжаем тему безударных глаз на в корне слова на этом уроке вы узнаете что не ко всем словам можно подобрать проверяем слова написание таких слов нужно запомнить начинаем наш урок с работы по рисунку это на странице шестьдесят девятый внимательно посмотрите и скажите ребята зачем девочка повернулась к мальчику здесь могут быть разные ваши ответы давайте ребята ответим на вопрос зачем девочка повернулась к мальчику повернулась чтобы спросить как дела или чтобы спросить который час девочка повернулась к мальчику чтобы поговорить девочка повернулась к мальчику чтобы помочь что-то написать или чтобы спросить как писать среди ваших ответов может прозвучать и ваш правильный ответ соответствующий рассказу с которым вы познакомитесь следующий этап нашего урока работа с текстом текст на странице шестьдесят девятый ребята читайте текст сух несколько раз и подготовьтесь к пересказу после чтения давайте мы с вами составим план рассказа план диктант первая ошибка в слове помидор вторая ошибка в трудном слове и плачевный результат ребята следующее задание к рубрика говорим правильно у нас работа с конструкциями для чего нам она нужна это поможет нам при пересказе например записать что слова куда тетрадь посмотреть куда к кому посмотреть куда тетрадь к кому к соседу исправить что на что исправить о на букву а написать как написать по другому решить что сделать решить проверить надеюсь на кого надеюсь на себя задание вы должны выполнить тетрадь ребята запишите следующее упражнение то есть упражнение 3 на странице семидесятой в тетрадь записать что нужно делать записать слова по группам и запомнить как они пишутся группы школа явление природы овощи фрукты животные и птицы одежда и обувь инструменты здесь непонятное слово может быть у вас явление природы тиратылыш например дневник какую группу входит группы школа погода ветер снег это группы явления природы помидор огурец это овощи воробей ворона это птицы и так далее как я вам уже сказала что не ко всем словам можно подобрать проверочные слова написание таких слов нужно запомнить запомнить или мы говорим словарные слова что нужно делать несколько раз прочитать эти слова вслух и переведите на родной язык подытожим наш урок как правильно надо написать слово помидор что нужно делать чтобы писать без ошибок что вы делаете чтобы писать без ошибок и главный вопрос зачем девочка повернулась к мальчику ждем ваших ответов домашнее задание упражнение 4 на странице 71 спешите вставьте пропущенные буквы второе задание пересказ текста трудное слово ребята запомнили как пишется трудное слово помидор ну-ка скажите все по слогам помидор пока до встречи и а ну-ка